друзья всем огромный привет рад приветствовать вас на канале интерактивной фотошколы арт фото life меня зовут сердце и сегодня я продолжаю разбирать с вами обработку известных и популярных блогеров сегодня в этом видео мы обрабатываем пейзаж и на нашем разборе полетов фотограф пейзажист изданий викинг ромер его канал насчитывает свыше 16 тысяч подписчиков и я думаю что это не предел достаточно интересный блок интересный профиль его пейзажная фотография выделяется на фоне других своей нежностью воздушностью с минимализмом цветов складывается такое впечатление что ландшафт и находятся как будто в легкой дымке и так если ты любишь природу и тебе интересно необычная интересная обработка пейзажей не переключайся оставайся на связи и поехали это друзья у меня в лайтруме как обычно открыто две фотографии слева фотография это викинга ромера и она установлена как референсная справа фотография моя ее я сделал в городе плюс кстати очень советую вам посетить очень красиво и интересное место там творил свои шедевры замечательный русский художник левитан и сейчас там находится дом-музей посвященный его творчеству и жизни фотография у меня к сожалению сделано в солнечный день но это единственное фото которое я более-менее подобрал для того чтобы работать с референсным и получить похожую тонировку похожую цветокоррекцию похожую обработку как у викинга ромер и так друзья приступаем к обработке и первое что мы с вами сделаем это подрегулируем кривую для того чтобы усилить цветовой и световой контраст на изображении а начинаем мы с вами из кривой потому что это пейзаж мы сильно ее выгибать не будем а установим везде абсолютно одинаковые значения для того чтобы только усилить и сделать более интересный цвет и так переходим в тоновую кривую выбираем rgb слегка поднимаем точку черного а точку белого слегка опускаем следим чтобы у нас центр оставался примерно на своем родном месте и теперь мы эту среднюю точку с вами зафиксируем и точку в темных средних тонах опустим немного ниже вот таким вот образом чтобы получить интересное контрастное изображение точку средних светлых тонах мы слегка поднимем вверх и получим вот такую вот интересную кривую после чего друзья перейдем в красный канал пока друзья не обращайте внимание на цвет мы с вами готовим холст с которым мы дальше будем работать и так в красном канале мы фиксируем центральную точку и руками поправляем ставим значение 128 128 кликаем и выделяем точку средних темных тонах и руками вводим следующее значение в левом прямоугольнички ставим значение 75 правом ставим 60 теперь кликаем и выделяем точку в средних светлых участках и выставляем значение 195 слева и справа 205 и ровным счетом проделываем то же самое в каждом канале итак друзья мы выставили абсолютно одинаковые значения вы можете эту кривую сохранить вот здесь нажав задать нажав сохранить присвоите ей свое название и используйте эту кривую при обработке пейзажей портретов в общем там где нельзя допускать какие-то паразитные цвета здесь ровные значения кривой которые усиливают цветовой контраст и так давайте мы сразу сделаем фотографию слегка похолоднее у него в принципе все обработано в легких холодных тонах у меня значение где-то получается наверное примерно 5391 кельвин оттенок я трогать не буду по крайней мере пока далее друзья мы полностью света убираем в минус 100 точку белого полностью убираем в минус 100 контраст трогать мы пожалуй пока не будем и точку черного я слегка повышу где-то примерно до значения 3840 можно добавить немного текстурки где-то плюс 10 можно добавить немного четкости плюс 5 теперь друзья переходим в панели чисел и нам предстоит самое сложное самое интересное и давайте друзья начнем с красного цвета мы красный цвет сделаем с вами коричневый и так мы где-то примерно на 40 подвинем цветовой тон вправо 41 пожалуй у меня получилось а насыщенность будем убирать до значения я думаю где-то минус 66 тональность оранжевого я трогать не буду а вот желтый желтый пожалуй тоже трогать не буду зеленым и давайте сделаем потеплее прям совсем чуть-чуть минус 6 и теперь приберем его значение в нас и и теперь приберем его значение в насыщенности посильнее возможно даже до минус 100 таким образом за наш зеленый цвет сегодня будет отвечать только желтый ползунок и давайте мы желтый с вами подвинем так чтобы сохранить и желтые зеленые оттенки но не сильно пожалуй у меня это будет значение 36 пожалуй так похоже на его цвет насыщенность оранжевого давайте приберем где-то примерно на пожалуй минус 45 так теперь аквамарин вот он меня здесь есть вот на крышах и он здесь выглядит как паразитный цвет он здесь лишний давайте мы насыщенность его приберем и оставим только легкий намек я думаю что где-то значение наверное минус 80 будет достаточно насыщенность синего мы давайте с вами понизим я его оставлю на минус 40 друзья но но обратите внимание друзья что синий у него такой серенький еле заметны и вам в каждый и вам каждый раз придется небо дорабатывать если вы хотите создать вот такой цвет как у него потому что ну небо каждый раз она разная в зависимости от погодных условий от ситуации небо может быть и темно-синее голубое бирюзовое и так далее давайте мы фиолетовый и пурпурный полностью влево уберем для того чтобы убрать эти паразитные цвета с пейзажа и теперь давайте мы вернемся к небу только перейдем в панельку яркость и немножко убавим я думаю где-то вот значение я думаю 28 минус 28 а цветовой тон я уберу в сторону аквамарина то есть влево ну совершенно чуть-чуть где-то на минус 10 до похоже вот такой цвет мы с вами получили так друзья дальше продолжаем работать светом теперь мы в панели яркость давайте мы красный подвинем сделаем потемнее влево где-то примерно пожалуй на 25 26 где-то будет достаточно я смотрю на крыши домиков оранжевый мы тоже слегка затем ним но не сильно я думаю где-то минус 12 будет достаточно да а желтый вот видите вот здесь колосочки они у него явно были желтые он их наоборот осветлил и давайте у меня есть похожие колосочки вот здесь вот за забором пойти мы желтый сделаем наоборот посветлее да пожалуй где-то наверное вот так вот 31 32 и теперь смотрим зеленый зеленый тоже мы слегка сделаем потемнее где-то значение думаю минус 30 будет достаточно обращаю ваше внимание что у него вот здесь видите внизу такое полукруглое затемнение это виньетка и давайте мы с вами добавим такую же виньетку и так давайте значение мы уведем пожалуй посильнее ну да наверное вот даже так где-то на 60 64 теперь подвинем центральную область где-то назначение 30 влево теперь окружность окружность где-то назначение 40 наша виньетка похоже вы сейчас скажете что я совсем испортил фотографию и совсем не похоже давайте смотрим дальше и теперь растушевку мы уводим вправо где-то значение примерно ну я думаю где-то 80 81 80 оставлю так друзья теперь мы переходим с вами в раздельное тонирование переходим в тени но друзья мы с вами не будем использовать какую-то цветную тонировку на его фотографиях я ее и не заметил честно говоря да и на пейзажах она не особо и нужна и так друзья в инструментах в данном случае мы находимся в тенях у нас есть цветовой тон насыщенность мы их не трогаем и есть ниже ползунок который называется luminance это свечение и давайте посмотрим что будет если мы будем двигать этот ползунок вправо вот я на значение где-то пожалуй 80 остановлюсь и обратите внимание как наша фотография заиграла на ней именно появилась необходимая дымка но давайте мы сделаем ее пожалуй чуть-чуть посветлее вот таким вот образом теперь друзья мы возвращаемся назад в раздельное тонирование переходим света и здесь luminance также не трогаем не тон не насыщенность а только luminance свечение двигаем влево и я думаю что это будет где-то значение минус 20 25 это друзья мы делаем для того чтобы сделать проработанную светлую текстуру вот как вы видите на светлом здании у него вот здесь вот на церковушке ну и у меня на зданиях вот что-то вот такое хотя у меня здесь деревенька много-много понатыка на разных домов но тем не менее итак друзья это еще не все нам еще нужно добавить немного дымки переходим в базовые настройки давайте мы теперь здесь найдем ползунок удаление дымки и двигаем его внимание не вправо а наоборот влево это как раз добавляет дымку делаем это значение не сильно совершенно чуть-чуть где-то на минус 5 теперь берем с радиальный фильтр выделяем его делаем окружность и дублируем примерно таким образом как мы делали несколько шагов назад виньетку то есть вот мы делаем такой же круг уберу я излишние значения которые у меня тут стояли смотрим чтобы у нас здесь не стояла инвертировать снимите галочку если у вас стоит и теперь друзья здесь также выбираем инструмент удаление дымки и двигаем немного влево ну не сильно пожалуй где-то наверное назначение минус 40 я остановлюсь и наша виньетка получилось также как у него достаточно контрастная и в то же время такая легкая дымчатая и так давайте нажмем enter скроем радиальный фильтр собственно говоря вот такая фотография у нас получилось зеленый здесь у меня совпадает ну в дымку в эту я практически попал так друзья теперь небольшой прием если вы обрабатываете на пока на телефонах к сожалению такой настройки у вас не будет переходим в калибровку и здесь мы с вами когда обрабатывали город для того чтобы усилить яркие красные оранжевые оттенки мы двигали ползунок первичного синего канала в левую сторону и у нас усиливалось значение оранжевых оттенков но друзья если мы с вами будем этот ползунок двигать вправо мы будем убирать и осветлять излишнюю желтизну я думаю что он этот прием также применяет где-то можно подвинуть его на плюс 10 ну и дальше что нам остается мы можем сделать фотографию может быть даже слегка посветлее у меня экспозиция стоит сейчас на значении плюс 057 и и контраст контраст и давайте посмотрим сочность стоит нам прибавлять или не стоит ну можно немножко добавить сочности буквально прям плюс 10 если друзья вы хотите чтобы ваша виньетка была только внизу добавляете градиентный фильтр ставите вот сюда на уголок и делаете экспозицию чуть-чуть поярче таким вот образом можно сделать здесь посветлее и здесь посветлее и вот таким образом мы получили красивую круглую виньетку только внизу теперь друзья давайте сохраним пресет этот пресет вы можете скачать по ссылке под видео там будет два пресета xmp это подойдет для пока для lightroom и камера raw и dng это для телефонной мобильной обработки там же будет инструкция поэтому почитайте посмотрите вы легко с этим разберетесь а мы сохраняем пресет создать пресет давайте я назову этот пресет light это и светлый и легкий мне кажется очень подходит и так друзья теперь смотрите значение по умолчанию у меня выставлены практически все я не ставлю здесь баланс белого режим и профиль это индивидуально и суда я добавлю радиальный фильтр градиентные фильтры добавлять не буду и когда вы примените свой фильтр то зависимости от размера фотографий вы просто подвинете его и сделаете такую рамку которую вам необходимо градиентные не ставлю специально потому что зависимости от масштаба вашего изображения не могут улететь какие другие углы вы потом замучаетесь их искать и так создаем пресет и теперь давайте посмотрим какая фотография была до обработки и какая она стала после обработки по моему очень неплохой интересный результат на этом друзья все если видео было полезным не забудьте поставить лайк это будет для меня лучшей награды и как всегда желаю вам творческих успехов красивых фотографий с вами был серджу и до новых встреч в следующих видео если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов universal для пк и телефона следи за новостями в instagram участвую во флешмобах получай призы и подарки а в telegram канале тебя ждет общение с единомышленниками совместное продвижение соц сетей программы на телефон и пк для обработки фото и видео ссылки на инстаграм и telegram в описании к этому видео